Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Лисич, если вы вдруг еще со мной не знакомы. Я художник, преподаватель, и да, мой чайник, иногда он меня раздражает. И сегодня мы поговорим на тему вдохновения. Мне часто задают вопрос, где я беру вдохновение. Я такая вся продуктивная, столько крашу и все дела. И, естественно, сразу встает вопрос про то, что движет мной. И понятно, что здесь много есть факторов. Энергия, отдых и вдохновение, конечно же, это не последний пункт. Но хочется немножко поговорить об этом, развеять некие мифы. Можно ли вообще рисовать без вдохновения? Спойлер, конечно же, можно, оно приходит в процессе. Но разобрать тему того, что меня вдохновляет, что меня наполняет какими-то идеями, какие сюжеты, что цепляет мой взор, об этом я сейчас вам расскажу. И, как я упомянула, вдохновение для меня — это такой импульс, который заряжает меня, который заставляет схватиться за какую-то линию, какую-то энергию и начать воплощать то, что скопилось у меня внутри. Я, опять же, не очень люблю тему вдохновения, потому что она перешла уже в какую-то историю для меня самовыражения. То есть вдохновение, всё-таки, вот если охарактеризовать, для меня это импульс, который заставляет меня создавать, создавать что-то новое и именно своё. И какие же импульсы, точнее, от чего они у меня могут появляться? Сейчас расскажу. Я хотела разделить вот эти вот вдохновленческие истории на два пункта. И первый пункт — это про поиск сюжета, про то, что же изображать. И первое — это, конечно, природа. Как бы банально это ни звучало, но именно природа, лучший вдохновитель, там всё идеально. Все цветовые сочетания, они все проверены временем. Если что-то некрасивое, оно уже давно умерло. Если вы посмотрите на бабочек, на птичек, у них у всех идеальные сочетания, они все прекрасны, красивы, все линии цветов, они просто божественны, и они меня дико вдохновляют, мне хочется их изображать. Я безумно тащусь от ботаники. Вот она там у меня за спиной присутствует. Какие-то композиции, которые складываются сами по себе в природе или даже в цветочном магазине, я стараюсь это всё фиксировать и потом изображать меня. Природа, конечно, дико вдохновляет. Как и пейзажная тематика, так и цветы. Цветы, по отдельности в магазине, в природе. В общем, опять же, это такая история, где ты можешь столько всего найти. Это у нас и животные. В общем, для меня, в первую очередь, это пейзажи и цветы. Я обожаю это, и меня это вдохновляет просто... Ну, собственно, вы видели по моим картинам. Второе, что меня безумно вдохновляет, это мода. Я люблю наблюдать за художниками. Я очень люблю смотреть фильмы, биографии, кто как работал. Такие больше документальные. Здесь меня вдохновляет и надвиж, и история успеха. Они тоже очень хорошо заряжают. Но вот именно по сюжетам я очень люблю фэшн-иллюстрацию, но не в таком попсовом формате, как, в принципе, сейчас складывается. Не просто нарисовать портрет какой-то девочки, а именно уловить вот эту идею образа, почувствовать ее. И по моим иллюстрациям это тоже видно, что меня вдохновляет что-то дерзкое, сексуальное. Вот это вот мое. И в моде мне чем нравится ей вдохновляться, тем, что, во-первых, я нахожу уже своих дизайнеров, которые имеют свой стиль, близкий моему. И это стиль не только в изображении, но и в восприятии мира. Это то, что больше всего их цепляет, опять же, какая-то энергия. И, соответственно, у какого-то дома моды, которая мне нравится, там, например, если мы будем Макуина брать, самого его, или кто мне еще нравится. Ну, кампейны Прада мне тоже нравятся, с разными художниками. Короче, много таких есть. И вот мне безумно нравится смотреть какие-то фотосессии, показы, и вот с подиума фотографии, где они там в движении идут, какие-то фотосессии, посвященные непосредственно коллекциям. Это все меня безумно вдохновляет, и мне нравится именно улавливать образ. Не детально каждую шмотку перерисовывать, а это может быть и силуэт, и композиционно как-то все сложно. В общем, мода меня безумно вдохновляет. И, наверное, еще потому, что мне нравятся женщины, в смысле именно как образа. Если брать мужчину и женщину, то мужчина это про что-то такое, про достигаторство, про напор, про такую, про мужскую силу. А женское это, конечно же, про красоту, про элегантность, про сексуальность. И вот мода в этом плане меня еще очень-очень цепляет. Поэтому посмотреть какой-то показ, какую-то фотосессию для новой коллекции, это меня всегда безумно заряжает. И также в этом пункте по поиску сюжетов меня вдохновляет мое эмоциональное состояние. Да, здесь можно сказать, что творчество работает как терапия. И есть конкретный пример. Когда я разводилась, у меня, конечно же, там много-много всего было. И тогда родилась моя большая серия «Твоего здесь ничего нет» она называется. И это был вообще такой поток вдохновения. И реально это сработало как терапия. у меня было много разных идей. Я все это описывала, все сохраняла, потом реализовывала, что-то так и не реализовала. У меня сложилась серия прям из разных-разных работ. И это реально очень классная тема, которая может вдохновить не только на создание картин, но и написание книги. Например, я пишу. Это такой формат некого дневника. Я думаю, что эта книга никогда не увидит свою реализацию. В напечатанном формате никто ее не увидит. Но это очень помогает мне проживать какие-то вещи. И это тоже способ самовыражения. Тоже это про творчество, про создание нового и про передачу эмоций. То есть вот эмоциональное какое-либо состояние, оно может очень хорошо двинуть вас вперед, может подкинуть потрясающие идеи. И вообще, когда мы работаем над какой-то серией картин или какой-то еще проект, всегда в центре стоит эмоциональная составляющая. Потому что, чтобы сделать что-то ценное, стоящее, классное, именно ваше, должен быть запал внутренний. И это касается не только прям вот, если мы фокусируемся на конкретно какой-то боли, например, то есть какой-то тяжелый период, там развод, либо какая-то болезнь, либо еще какие-то переживания, но и также вдохновение той же самой ботаникой. Это может так вас зацепить внутри, вызвать какие-то ассоциации, какие-то чувства поднять, что тоже заставит вас сложить это все в какую-то картинку. В общем, вот эти вот три пункта относительно именно поиска сюжетов. А дальше мы с вами переходим ко второму пункту вдохновительских историй, который больше относится к движу, к мотивации именно к тому, чтобы делать, пробовать что-то новое. и изучать, наверное, что-то новое. Потому что идей может быть тонна, а все их нужно, ну или не все, хотя бы какую-то начать реализовывать. Поэтому история с вдохновением на действие тоже очень-очень важна. И первое мое такое вдохновение — это рутина быт. Как бы это странно ни звучало, но сейчас я расскажу, в чем дело. Я тот человек, которому необходимо творить, необходимо создавать красоту. И когда у меня начинает все как-то вот так вот вертеться, крутиться, какие-то бытовые вопросы с ребенком, с квартирой, в общем, все вот это вот наваливается, и я чувствую, что я уже от этого устаю, и не чувствую какого-то удовлетворения, ну потому что это достаточно такие бытовые истории, я должна порисовать. И я уже настолько четко знаю себя, что в каком я состоянии ни была, я знаю, я посижу по работе, и это наполнит меня, и это всегда наполняет меня, и это реально работает для меня как мотивация, потому что я знаю эффект до и после. И это как принять какую-то обезболивающую таблетку, на меня это работает. Опять же, изучаем себя, анализируем, что вам помогает при каких-либо состояниях, что делает вам лучше. Если творчество вам помогает, то, конечно же, используйте этот инструмент, он всегда у вас под руками в прямом смысле этого слова. Конечно же, на движ меня вдохновляют другие художники, я сильно не залипаю ни в каких соцсетях, но периодически, если натыкаюсь, и особенно какие-то яркие проекты художников, наших или зарубежных, они меня безумно вдохновляют. И здесь хочется отметить, что я не занимаюсь каким-то копированием, ну, потому что я уже, по-моему, достаточно хорошо себя изучила и знаю себя, у меня есть своя стилистика, свои темы, в общем, я продолжаю именно свой путь. Но когда я вижу других художников, я вдохновляюсь мотивацией делать. И, видя какой-нибудь проект, я могу даже взбеситься, такая, блин, вот делают люди, а я что-то не делаю. Вот у меня была такая же идея, а тут ее реализовали. Кстати, вы знаете, да, есть такая теория, что с неба нам всем скидывается одна и та же идея, но не все же ее реализуют. И, в общем, кто ее реализует первый, то тот молодец. И я убеждалась в этом не один раз, что мне какая-то идея приходила в голову, и потом я вижу, что кто-то ее реализовал. Это уже стандартная картина, поэтому я всегда стараюсь делать. Это тоже вот мотивация. И когда я вижу успех какого-либо художника, даже если он вообще какой-то там дилетант, я думаю, ну, Катя, понятно, потому что человек вот занялся, а ты... И это действительно тоже меня вдохновляет, заряжает, и я на этом топливе могу хорошо пофигачить. И, конечно, я вдохновляюсь смелостью других художников. Это тоже очень-очень важно. Это тоже заряжает и позволяет создавать что-то новое и двигаться вперед. И раз мы заговорили про художников, про их вдохновение, перейдем ко второму пункту. Меня очень вдохновляют биографии художников, как я уже упоминала, фильмы документальные, но здесь я тоже не то, чтобы копирую какие-то работы, я углубляюсь именно в их путь, что они делают, потому что всегда у всех ключевое это смелость, это активность, и, так сказать, не вешать нос, двигаться вперед, это про умение принимать свои ошибки, думать, как их можно исправить, в общем, какой вывод из всей какой-то неудачной истории получить. И практически у всех художников были какие-то непростые моменты, какие-то тяжелые вообще периоды, и они все с этим справлялись, все вывозили, и это меня тоже очень вдохновляет. И также из биографии очень круто брать какие-то фишки, иногда ты читаешь, так, там человек что-то придумал, сделал такой, опа, чувствуешь, как тебе все это тоже ложится на твою практику, на твою историю, и ты тоже можешь какие-то идеи для своего продвижения, для своих проектов оттуда почерпнуть. Третье, что меня вдохновляет, это альбомы с иллюстрациями, с картинами художников, я обожаю их собирать. В моей коллекции я не знаю, сколько штук, но достаточно. Всегда, когда я езжу в Петербург, я обязательно привожу оттуда альбом либо в магазине Эрмитажа, либо в подписных изданиях я покупаю. И это разные художники, я уже не беру альбомы, там, например, «Импрессионисты», вот, и они там все свалены, нет, я очень люблю брать именно по художникам. Вот у меня сшили мой любимый и пейзажи его, и «Натура», «Дега», «Ван Гог». В общем, да, мы по классике, но я безумно люблю находить какие-то интересные, необычные альбомы, где какие-то редкие картинки представлены, и меня это безумно тоже заряжает. Во-первых, когда ты просматриваешь это все, ты чувствуешь, сколько сделал художник, сколько он потратил на это время, ты чувствуешь его стилистику, что, блин, всегда видно, что это делал один и тот же человек. И если там есть что-то там про биографию, это тоже можно почитать, но я в основном про книжки с картинками в этом плане, и меня это вдохновляет, то, что я могу еще в любой момент к этому вернуться. И бывает, когда я там сижу, давно не работаю, я давно не рисовала, и взял альбом, тяжеленький, полистал, посмотрел на эту красоту, на глубокий цвет, на классные линии, и потом сам не заметил, как сел рисовать. В общем, это реально мой инструмент, и не просто так я его коллекционирую. Следующий пункт – это музеи. Я обожаю творческие пространства, и тут могут быть как отдельные какие-то выставки, которые, например, в Пушкинском организуются, так и просто поход в прекрасное здание меня очень-очень заряжает. И здесь больше про саму атмосферу. Я очень хорошо чувствую энергетику, людей, пространство, и когда я вхожу в музей, я реально хожу как будто в какой-то храм, храм прекрасного, храм искусства, и люди туда тоже приходят за этим, и там всегда особая атмосфера, и также я чувствую огромную работу не только художников, но и людей. И некоторые картины, они тоже вот как будто передают свою энергетику, энергетику художника, в каком он состоянии творил, что делал. У меня так было в Барселоне, когда я стояла, смотрела на один натюрморт, у меня такое ощущение, что я прям чувствовала, что говорит, что чувствует художник. Ну, это такая моя тема, но меня так это безумно вдохновило, и это все опять же про то, что люди делают, то, что они должны делать, они слушают себя, они выдают работы, работают над своим результатом, и это тоже меня безумно заряжает, и, конечно же, классные музеи типа Пушкинского, они всегда очень-очень красивы, и ходить там одно эстетическое удовольствие. В общем, окружаю себя красотой, это очень-очень вдохновляет. Так, мы поменяли батарею, и продолжаем. Следующий пункт, что меня вдохновляет, это художественные материалы. Я не фанат скупать все, я уже научилась ходить в правильном магазине, я беру то, что мне нужно, но экспериментировать и пробовать новое всегда хорошо, и бывает очень полезно, даже если вам что-то не понравилось, значит, значит, вам не понравилось. И меня в последний раз так безумно вдохновил Брэнт Малевич, опять же, мой любимый, с их безумно крутой масляной пастелью, у меня много видео, как я и работаю, онлайн-скетчи свои записываю, и это до сих пор прям мой фаворит, и она очень меня вдохновляет на то, чтобы делать. Вот действительно, материалы играют важную роль, особенно, если они качественные, если они вам подходят. И точно так же было недавно с тушью, я не особо люблю тушь и металлик, как-то с ним работала, но они какие-то такие, никакие. И тут, опять же, Малевич меня порадовал, да, бронзовая, это у меня золотая, я тоже снимала онлайн-скетч с ними, и я безумно вдохновилась, как идут вот эти вот переходы, получается, все так интересно, иногда непредсказуемо, и я, в принципе, люблю работать тушью, но с золотишком пошло все по какой-то такой новой тропинке, и меня это тоже очень вдохновило, именно на то, чтобы продолжать делать, экспериментировать, и вот они у меня тут даже эти картиночки лежат хорошие, я смотрю на них и любуюсь, думаю, какая красота, и это тоже безумно заряжает, поэтому используйте эту историю, если вдруг никакого вдохновения нет, зайдите в магазин и купите что-то одно, не надо набирать все, а вот что-то одно, что вам, может быть, давно хотелось попробовать, либо вообще вам не знакомо, это будет интересно. Еще меня безумно вдохновляют мои ученики. Дети, это вообще, мне кажется, бесконечный поток слов и восхищения от меня, и я реально очень многому у них учусь. Ну, как и говорят, что хотите воспитать ребенка, воспитайте себя, и это такой очень взаимный процесс, и когда я работаю с ними, я вижу их легкость, непосредственность, их смелость, какие-то даже сочетания, то здесь работа по вдохновению у меня идет, как и в эмоциональном плане, то есть ты хочешь тоже окунуться в эту какую-то детскую историю, стать каким-то маленьким, и вообще творчество это всегда про внутреннего ребенка, поэтому это все очень логично, и также здесь чисто технически можно потырить у них идеи, иногда они придумывают такие линии, такие сочетания, берут такие цвета, что ты вау, это же фантастика, и я думаю, что занятия с детьми тоже играют огромную роль в моем творчестве, в том, как я на все смотрю, в том, как я использую материалы, экспериментирую, не боюсь это делать, это действительно играет роль, и также дети меня вдохновляют пробовать что-то новое, экспериментировать и работать, потому что я считаю, что педагог классный, это тот, кто работает, тот, кто развивается, если вы занимаетесь только педагогической деятельностью, только передаете свои знания, но не получаете новых, вы очень быстро все у себя отдадите, и детям просто станет скучно, потому что мы все должны двигаться вперед, если мы не двигаемся вперед, тупо стоим на месте, мы деградируем, потому что время никого не ждет, поэтому работать с детьми это, конечно, потрясающе, ты там столько отдаешь, и, наверное, даже иногда больше получаешь. И новые знания, последний пункт, что меня вдохновляет надвиж, да, это новая информация, и скажу, что необязательно она должна быть именно из творческой какой-то художественной сферы, потому что самое интересное как раз лежит в других плоскостях, вообще про вдохновение я хотела еще сказать, что это очень индивидуальная история, я своими темами поделилась, мне кажется, они для многих подойдут, но мы все очень разные, и чтобы научиться создавать что-то уникальное, действительно свое, самовыражаться, вот этот ваш внутренний ребеночек мог раскрываться и позволил создать что-то уникальное, вам надо очень хорошо изучать себя и быть смелым, позволить себе это. И изучая какую-то новую информацию, это может дать очень классные плоды, очень классные идеи, и опять же зарядить вас надвиж, потому что это про ваши интересы, и здесь будь то какая-нибудь медицина, либо мореходная какая-нибудь история, это все про вас, и это все позволит создавать что-то свое, например, вдарились вы в медицину, хотите изучить какую-нибудь книгу, знаете, вот это вот медицина для чайников, где вы там читаете про питание, и все, вы захотели сделать там серию картин, посвященную каким-нибудь там хранеплодом, я сейчас бред, конечно, говорю, но я думаю вы уловили суть, то же самое там с медициной вас вдарил куда-то про лекарственные препараты, и вы такие бац, супер проект про таблеточки, там же столько разных формул, и сами таблетки там разных форм, расцветок, и по составу, ну, это можно так все раскручивать, но очень важно всегда упираться в собственный интерес, потому что где есть интерес, там есть энергия на это, поэтому, если вам вдруг ваши деятельности, вы там вот рисуете, занимаетесь этим, но вдруг вас потянуло на изучение автомобилей, и какая-то логическая такая нервная клетка говорит вам, ну, это бред, нет, подожди, ты же рисуешь, зачем тебе автомобили, нельзя распыляться, нет, это все про ваши интересы, у вас туда направлен фокус, поэтому смело делайте это, изучайте, и это приведет точно вас к чему-то интересному, всегда все классные проекты, они рождаются на стыке, на соединении каких-то разных вещей, предметов, и также это могут быть и ваши интересы, рисование, и машиностроение, калаш, и погода, либо сноуборд, в общем, здесь очень и очень интересные истории могут пойти, так что посмотрите, какие у вас есть хобби, что вас интересовало, и смело покупайте какую-нибудь книжку, либо сходите на какие-нибудь недолгие курсы. И давайте немножко поговорим о том, что мешает вдохновению, тоже я на своих примерах расскажу, почему я иногда могу чувствовать себя невдохновленной, ну, конечно же, начнем с того, что вдохновение приходит в процессе, это действительно так, но тоже нужно разделять, кто как еще занимается творческими процессами, для кого-то это действительно хобби расслабления, пойти нарисовать картину за час, а для кого-то это уже профессиональная деятельность, например, как у меня, и у меня, соответственно, подход уже немножко иной, я иногда без вдохновения, 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 сажусь и начинаю работать, и в процессе я в это во все втягиваюсь, и вот оно вроде как бы вдохновение, ты фигачишь и не замечаешь, как пролетает время, поэтому я очень спокойно отношусь к такому состоянию, когда вроде как бы не хочется порисовать, а надо, и я просто знаю, что мастерство пропивается, что мне необходимо это делать, возвращаемся к самому началу, когда быт, рутина, и вот это вот все, я погружаюсь в это, и все складывается. Есть такой еще пункт, с которым я на самом деле уже разобралась, но я все равно его озвучу, это страх, что ничего не получится. Очень многих вот эта тема с получением результата, хорошего удовлетворения, она может отпугивать, и она постоянно раскручивается, если мы об этом думаем, то есть если мы оттягиваем, так, я сегодня не буду рисовать, потому что вдруг у меня не получится, я не так заряжена, и на следующий день так, ну я тоже как бы не особо так, ну а вдруг не получится, то есть это все как снежный ком, становится хуже и хуже. я себя уже приучила через практику, что любой результат это есть результат, и, как я люблю говорить, каждый художник должен нарисовать за свою жизнь тонны говна, поэтому я радуюсь даже неудачной практике, потому что следующее стопудово будет удачной, ну а если и следующее неудачной, то тогда через одно будет вообще огонь. Любое наше действие, любая работа с последующим ее анализом, она все равно будет полезна, и как бизнесмены любят говорить, всякие коучи, что всякие ошибки на пути, они как раз больше пользы приносят, чем хороший результат, и с процессом творческим абсолютно та же самая схема работает, поэтому, когда я сажусь за работу, я никогда не жду шедевра от себя, я просто знаю, что я сажусь работать, и если получится, то это классно, если нет, я все равно получаю опыт, я все равно отрабатываю свои 10 тысяч часов, и все равно это выйдет в итоге мне в плюс, в какую-то классную картинку, не сегодня, так и за следующий сеанс работы. Следующий пункт, который мешает вдохновению сесть вот и творить, это большие возможности, что можно сделать все, то есть неопределенность одним словом, с этим очень хорошо, ну не то, что дети показывают, когда им говорят, что можно рисовать все, что угодно, они такие, все, что угодно, все, и все, моя любимая фраза, все это ничего, и неопределенность в плане сюжета, в плане материалов, она тоже может и взрослого человека очень хорошо подбить, и тем более, когда вы давно не рисовали, это играет свою роль, потому что вы соскучились и по пастели, и по маслу, и по графике, и хочется и пейзажей, и цветочки, вот надо четко определиться с тематикой, что вы делаете, потому что наш мозг любит конкретику, и, соответственно, он сразу дает отмашку, что так, эта территория сейчас относительно безопасна, спокойна, а значит, у вас будет больше энергии на то, чтобы творить, а не переваривать вот эти вот все переживалки от неопределенности, это очень-очень важный пункт, и я тоже уже просекла его, и если я сажусь работать, то я сажусь работать над чем-то одним, у меня всегда там есть папочка с референсами, либо натура какая-то, и для меня это тоже вопрос уже в принципе закрыт, но все равно я с этим сталкиваюсь, когда я такая, а, а, чем бы порисовать, чем бы порисовать, и я стараюсь максимально быстро определиться, всегда спрашиваю себя, что мне хочется, подышать растворителем, либо испачкать руки тушью, тут выбор всегда есть, и я стараюсь максимально быстро определиться, чтобы вся энергия была направлена именно на мои работы. И третий пункт, что мешает творить, с чего начинали, что вдохновляет, то и мешает. Это бытовая загруженность, когда нет вроде времени, и ты понимаешь, что надо, и вот эта вот тоже бетономешалка вся в голове на тебя давит, как бы я это ни понимала, все равно обстоятельства есть, мы все-таки живем, мир материален, и все равно я тоже попадаю периодически в эту ловушку, и здесь, конечно, очень важно иметь какую-то правильную дисциплину, и выделять себе время на те занятия, которые наполняют вас, которым вы хотите уделять время. И здесь очень важный вопрос, приоритетов, опять же, чувствовать отдачу от какого-то вашего действия, что вам больше принесет удовлетворение, то, что вы помоете посуду и приготовите ужин на всю семью, либо то, что вы порисуете продуктивно, с полной для себя отдачей. Потому что всегда у нас есть выбор, и очень важно понимать, что именно ваше, что вас наполняет, потому что, когда мы без ресурса, без сил, мы не сделаем ничего полезного, мы не сделаем хорошо нашим близким, мы не сделаем себе, возможно, даже себя еще больше начнем грызть, поэтому очень важно прислушиваться к себе, понимать, какие действия делают вас сильнее, наполняют вас, и пытаться, как взрослый человек, распределять время. Да, есть разные периоды, когда наваливается очень много какой-то административной работы, работа на заказ, и ты понимаешь, что ты немножко выпал из обоймы, из своих творческих процессов, но всегда нужно, лично для меня, соблюдать этот баланс и компенсировать потом, если вот был какой-то период нерисования. И отдельно хочется еще сказать про рисование каждый день. Конечно же, не нужно рисовать каждый день. Вот это история с разными челленджами, рисуй каждый день, нужно практиковаться, конечно, нужно практиковаться. Но мы настолько разные, и это, наверное, можно сравнить, типа, если каждый день там есть спаржу любимую, она уже перестанет быть любимой. С рисованием тоже можно провести такую параллель, потому что все по-разному это делают, у всех разное количество энергии, и все выкладываются в этом процессе по-разному, и творчество само может быть разное, кто-то сегодня работает именно на холстах, кто-то на следующий день подготавливает описание проекта, ищет референсы, ну то есть занят именно этим процессом, и это тоже творческий процесс, но это не рисование как таковое в прямом смысле, и многие немножко начинают себя пилить, что типа вот надо рисовать каждый день, конечно же нет, надо быть в гармонии, надо быть с хорошим запасом энергии, и делать то, что вас наполняет на то, чтобы создавать свои шедевры, поэтому какие-то стереотипы отбрасывайте их, опять же все разные, кто-то может работать каждый день, кто-то нет, и очень важно почувствовать именно свой режим и доверяться ему, и все-таки если мы говорим про творчество, это, как я и упоминала, история про внутреннего ребенка, и ему тоже, у него тоже могут быть разные периоды, и если вдруг у вас возникает какой-то период длительный, что вы не рисуете, но чувствуете, что сейчас вам не надо, ну не насилуйте себя, опять же, вы хозяин, вы себя лучше знаете, и делайте именно то, что будет во благо вашему творческому процессу. И также хочется, чтобы про вдохновение было не так, наверное, много разговоров, потому что это все про импульс, это все про внутреннюю энергию, вдохновлять может что угодно, можете по улице пройти, увидеть какую-то сумасшедшую женщину с фиолетовыми волосами и запустить какую-нибудь серию портретов, в общем, это очень творческий процесс, но здесь важно не перекладывать ответственность, я очень часто слышала фразы, у меня там нет вдохновения на то, на сё, но давайте будем честны, откровенны, все в наших руках. И вдохновение может быть где угодно, опять же, это история про импульс, про наш заряд, когда мы создаем что-то новое и творим. И на этом все, предлагаю в комментариях поделиться своими источниками вдохновения, и особенно если они какие-то необычные, нестандартные, и вообще можете немножко порассуждать на эту тему, может быть у вас были случаи, когда вы как раз и перекладывали ответственность на то, что вдохновения нет, не понимая, что вы и есть то самое вдохновение, всё вокруг, что вас может зацепить, может и пнуть вас вперёд, создавать что-то прекрасное. В общем, я надеюсь, я тоже вас порадовала своими пунктами, возможно, вы узнали что-то новое и тоже вдохновились на что-нибудь, было бы классно. В общем, жду вас в комментариях, а на этом всё, давно я с вами не болтала, и до новых встреч, до новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok